Мы продолжаем рассказ о матче мировой лиги. Аргентина-Болгария. Аргентинцы удивительным образом действуют сбалансированно, действуют уверенно. Вот 16-15. Это уже второй сет после второго технического таймаута. Ну, сейчас Болгария счет сравнивает. Что касается составов, то у Болгары, тем не менее, несмотря на поражение в первом сете, выстрелили все тех же игроков Цветанов, Жеков, Гайдарский, Козийский, Владимир Николов, а также Тодор Алексеев. По аргентинцам тем более не было изменений. Шелтис, Дечеку, Кончина, Родриго Ашимахер под 10 номером, Джекета под 11 номером и Мартин Эрнадес под 16. Так что все по-прежнему на своих местах. И пока, в общем-то, к заменам практически не прибегают обе команды. Практически. 18-16. Аргентинцы впереди. Конечно, для становления команды супер важно, очень важно набирать очки. Пусть даже выиграть один матч, 3-2 или как-то угодно, но очень важно набирать очки. 17-17. Поляки дважды победили китайцев. 9-го числа и сегодня 10-го. Ну, естественно, вы понимаете, матч был достаточно рано по московскому времени. 3-2, кстати, с огромным трудом они выиграли сегодня. 16-14 последний сет. 31-29. Ничего себе, китайцы два сетта выиграли, а потом уже поляки залезли за дело. Так что поляки остаются во главе турнира таблицы. Но только в том случае, если болгары сегодня проиграют и проиграют в повторном поединке. Ну, проиграют сегодня, получается, с 9-го на 10-е. А 10-го, то есть сегодня попозже, заметно позже, будет играться вторая встреча. А так, в принципе, если болгары победят в обеих встречах, там надо считать, будут дополнительные показатели соотношения выигранных сетов по отношению, как вы понимаете, к проигранным. Тут сложная история. Но еще расскажу, что болгары могут совершенно спокойно довольствоваться вторым местом и попадут. Я уверен, что они однозначно попадают в финал четырех. Ну, точнее, в финал шести у мужчин. Финал четырех – это немножко другая история в кубках. В том числе здесь у нас финал шести. Гранд-приженский тоже финал шести, между прочим. Но он начинается позже. Вот сейчас у нас мужчины. Решили очень рано отстреляться. В них потом будет пауза. Приличная середина июля. Ну, вообще, уже конец июня, начало июля. Все завершится, что касается группового этапа. Смотрю внимательно, когда последние матчи. 30 июня, например, Аргентина играет с Китаем. Это группа именно, где выступают поляки, болгары. Таймаут берет сейчас аргентинский наставник. Ситуация меняется не в лучшую сторону. Самым результативным у аргентинцев по-прежнему является Шолтис. Ничего в этом странного нет. У болгары это Матый Казийский. Ну, а как же без него? Он не только играет хорошо в атаке, он еще и помогает на блоке. Действительно супер игрок, поэтому вокруг него столько слухов и сплетен. Куда пойдет? И зачем пойдет? Казийский на подаче. Мощнейшая подача, но мяч все-таки летит вау. Чуть-чуть не точно. Чуть-чуть не точно. Ашемахер. Не хватает, мне кажется, физики у этих ребят. Представляете, это центрально блокирующий. Ну, мальчик совсем. Просто мальчик. А здесь сколько ему лет? 18. Так что не удивляйтесь. Мощнейшая атака. Спайк в исполнении Тодора Алексеева. Без шантров. У соперников. Вот я вижу, Николай Николов появился в сборной Болгарии. Молодой блокирующий. Плесон со скамейки запасных. Вот так вот. Этот шест арбитра показывает, что мяч летит ваут и никого не коснулся. 22-20. И отправляется на подачу сейчас Николай Николов. 20 лет этому парню. Хорошая атака на вход. Завершает ее. Как обычно, пускала Шелкис. Очень хороший у него процент попаданий. Пока, по крайней мере. Касание, судя по всему, в сетке было. Да, похоже, что так он и есть. Вот это подача. Ну и вот все может и закончиться на этом. Владимир Николов. Ну, надо сказать, что... Вот сейчас тайм-аут берут аргентинцы. Надо сказать, что Владимира Николаева сегодня отнюдь не все ладится. Более того, я скажу о том, что в атаке он просто безобразно действует. Бенгулей, кстати, не было тайм-аута, просто замена была сделана. Бенгулей вышел для того, чтобы сыграть. В приеме удачно, но в итоге ничего не получилось. Ничего не получилось интересного из этого. И болгары легко выигрывают вторую партию в концовке. Легко есть, то ли уверенно. 25-21. Продолжение следует. Это третья партия 11-11. Аргентинцы борются. Шелкис великолепен. Шелкис великолепен. Еще расскажу, что это игровщик, это отнюдь не диагональный. Атакует чаще других. Представляете, в итоге 39 атак во исполнение увидели болельщики. 4,5 тысячи. Козийский атаковал 33 раза. Но Козийский замещал фактически Владимира Николова основного диагонально. В том смысле, что Николов был на площадке, но выступал крайне неудачно. Крайне неудачно. Николов 6 очков набрал в атаке. Что касается подачи, 1 очко тоже набрал. Что касается блока, сейчас посмотрю. Ну, в общем, мягко говоря, сыграл неудачно. Смотрю внимательно. 2 очка. 2 очка это тоже не особо много, учитывая, что матч продолжался практически 2 часа. И бились ребята очень долго. И сейчас мы будем этим еще свидетели. Болгары, конечно же, произошли аргентинцев на блоке. У аргентинцев очень слабо выглядит передняя линия блокирующих Родриго Ашемахер. 18 лет. Ему напомогает еще один блокирующий джакет. Ему 20 лет. И оба невысокие ребята. 199 и 201. Физики явно не хватает. Я не буду говорить абстрактно. Рост, вес одного 86 километров, другого около 90. В общем, ребята отнюдь не гиганты. Аргентина, тем не менее, ведут в счете 14-12. Это третья партия. От блока мяч летит в сторону как раз именно болгарскую. 16 очко. 16-12. Технический тайм-аут второй. Да, обращаю ваше внимание на то, что преимущество... Ну, оно сейчас чуть меньше стало уже. Три очка, но все-таки есть у аргентинцев. Вот четвертое очко получается. Преимущество добывают аргентинцы. 19-15. Опять же, стартовые составы обеих команд не изменились. Но в концовке появляется у болгар уже не блокирующий Николай Николов, а появляется блокирующий Красимир Гайдарский. Под пятым номером у аргентинцев полностью сохраняется состав стартовый. Молодцы сейчас аргентинцы. Очков на блоке мало набирают, но хотя бы чуть-чуть цепляют. Ну, а болгар мощно. Тройным блоком. Еще раз тройной блок. Молодцы. Болгары сейчас просто не оставляют шансов. Не оставляют шансов. Здесь, конечно, опыт имеет колоссальнейшее значение. Тут иначе попросту не взять эти очки. Просто не взять. Аплодисменты. Но аргентинцев все сначала абсолютно. Аргентинцам надо еще, ну, как минимум, пару лет для того, чтобы создать приличную команду. Поэтому, ну, хотелось бы, наверное, попасть на Олимпийские игры. Это будет главная цель этого года. Но попадут. Это интересно. Это очень интересно. На подаче у нас, по-моему, Хрисо Цветанов. Ну, фактически был тот невыстроен блок. Тем не менее, не смог с первого раза сейчас аргентинец пробить. Со второй попытки получается у Леандро Кунчины. У доигровщика аргентинской команды. Но вновь преимущество увеличивается. Еще раз обращаю внимание, что аргентинцам отдается. Косами было. Италиензе Гаспари. А, понятно. Все правильно. Арбитр доказывает, и совершенно справедливо Италиензе Гаспари. Он видел, что не коснулся блока мяч. От троса в антенну полетел и мимо. Ну, в общем, совершенно справедливо. Мартин Стоев. Молодой наставник сборной Болгарии. Давай, давай. Давай, давай. Ну, Мартин Стоев совсем молодой парень. 71-го года рождения. Как вы понимаете, для тренера вообще еще не возраст. Играл в волейбол с 1984 по 2005 год. Но вы видите, что располнил по окончании карьеры мгновенно. Самый сборный 91-го по 99-й. 200 матчей. Более даже сыграл за болгарскую команду. Был чемпионом Болгарии трижды. Дважды Слевский. Один раз с миньором Бухова. Выиграл чемпионат юниорский в Каире в 81-м году. Где был назван MVP турнира. С 2005-го года главный тренер болгарской команды, национальной. В 2005-м году сумел квалифицироваться на чемпионат мира 2006-го года. И был пятым в мировой лиге. В 2006-м занял четвертое место на мировой лиге. И третье на чемпионат мира в Японии. Как вы видите, результаты на лице. И на лицо, и на лице. Ребят, очень у тренера прямо лицо ширится дня ото дня. Ну, это Казийский возраст такой. Человек, который сделал свое дело. Сделал, естественно, его искусно. Вы видели, как он блоками со своим партнером, который появился на замену, набирает 19 очков. Аргентинцы в атаке. Молодец, сейчас Салпаров. И аргентинцы оставляют мяч в игре. Вот это да. Ну, Шелкису чуть-чуть не повезло. Чуть-чуть. Битва была жесткой. 20-21. На подачи болгара аргентинцы берут тайм-аут. Да, неплохо сейчас играет Андрей Жоков. Связывающий сборной Болгарии. Разный клуб представляет. Сборники и греческий олимпиакос, скажем. Сразу пару человек оттуда. И местные лески, пожалуйста. И российский нефтяник, например. А если уходит нефтехимик, тоже Болгария. А есть Канн французский. Ну, в принципе, в Болгарии сейчас не самая худшая ситуация, естественно. Сейчас вот в волейбол достаточно в приличном фаворе находится. Пабри, это Болгария на подачу. И смотрите. Могут сейчас счет сравнять. Нет. Не получается. Не получается. По-моему, как раз Кайзийский атаковал. Сейчас он там находится. Нам показали Жекова. А это Леангер Кунчино. Да, игрокший сборной Аргентины. 22 года ему. Посмотрите. Дважды. Дважды играет неудачно лидер команды. Ну, кто это был все-таки? Не могу разобраться. Владимир Николов или кто? Кто там оказался? Да, так оно и есть. Это Владимир Николов. Вот под 11 номером. Еще раз скажу, что Крайне неудачную встречу провел И лишь Каждая четвертая его атака Каждая четвертая его атака Приносила успех. Команда играла очки. Вот появляется Высоченный Болгарин. Хороший фри-бол И аргентинцы красавцы. 24-20. 24-20. Аргентинцы выигрывают. Выигрывают третий сет. И это нам предрекает Замечательную Четвертую партию Как минимум. Не помог Гайдаевский выйти на замену. большие 10 габарит этого парня 204 под 100 килограммов вес смотрим как азиски может только только подать сейчас козиски может помочь только подача нет аргентинцы прислуждаются . по мнению арбитра мяч коснулся блок это у нас четвертая партия 4 4 красиво было атака и не справились это так и аргентинца николай никола сейчас уверенно и и завершал быстро все было сделано и жеков смотрите вроде бы все очевидно но попробуй спи и все только центральный блокирующий аргентинской 20-летие джекеты сумел выплогнуть своевременно так все ребята были оказались в роли статистов как сетка сейчас бьет до шелки все приходится сегодня брать постоянно себя инициативу не всегда это здорово свалился мяч и здесь уже трудно кого-то винить это судьба это судьба рванули сразу двое и либера и доигровщик или что толку по-прежнему гайдарский на подачи игрок левский хороший удар шокиса по линии среагировали там защите болгары но очень был резкий удар салфаров появляется на площадке николов пошел чуть-чуть отдохнуть блокирующий лидер появляется на прием естественно ох ты не разобрались здесь блокирующие связка но болгары свое поимели на блоке еще раз то что болгары намного сильнее выглядели соперников благодаря тому что на блоке потому что аргентинцев слишком молодые ребята ну невозможно 20-летнему и 80-летнему ашамахе и джекете что-то конкретно предпринять и в атаке первым темпом тоже это слабое место и в первую очередь на блоке там нужна сила физическая сила ашамахер в итоге набрал 10 очков в общем то вполне приличный результат ее партнер джекета всего-то 4 очка набрал но еще расскажу о том что что касается блока представьте себе 3 очка набрал шелтис эрнандес набрал 2 кончина 1 что касается центральных блокирующих они оказались ну мягко говоря элементом который ничем помочь своей команде в этом не может даже джеку набрал 1 очко а 2 блокирующих к сожалению к огромному ничем помочь не смогли что касается атаки первым темпом хороший результат показал ашамахер 8 попыток из 13 его более результативными у джекета гораздо хуже 4 из 11 вот пожалуйста где слабое место аргентины и до тех пор пока ребята не подрастут в переносном смысле аргентинцам надеяться на большие победы невозможно тому же шелтису 24 поэтому видим как он уже просто постоянно даже в те моменты когда в принципе наверное не следовал год идет он был и берет он играми себя что касается доигровщиков эрнандеса и кончины и мужа по 22 да все таки это не 20 мин 17 удивляет конечно джеке 20 лет связки это это знаете проблематично ему 18 и он действует вполне вполне по-мужски серьезный парень еще чуть-чуть наверно повыше был да сейчас я посмотрю внимательно 9 сантиметров хотя бы еще на пяточек сантиметров был бы повыше тогда конечно и на блоке он бы мог помогать а так как это совсем невысокая линия именно передняя получается 2 0 1 блокирующие 1 199 джекет и еще один блокирующий и вот что касается до чеку 189 но понятно что тут делать иначе действовать могли предположить 10-6 повели болгары красивый парк согласитесь вот такие моменты они говорят о том что все у этих ребят впереди ну а кто это исполнял естественно шелтис шелтис и еще раз шелтис тяжелый был прием на мяч в игре остается а здесь что он был очевидно здесь над был мимо блока куда угодно но мимо а не в сам блок потому что ребята были готовы скушать вот этот удар цветанов отправляется сейчас на подачу опытный шахриста цветанов игрок олимпиакоса игрок олимпиакоса просто так не приглашают локас чавес 2 0 1 а чавес диагональность 199 сантиметров думаю что выходит он вместо эрнандеса оба парня достаточно молодых хотя чавес постарше 25 лет итак мы продолжаем рассказ я думаю надеюсь у четвертой партии тайм-аут завершён что у нас тут счет какой сейчас видите по блокам 12-4 преимущество просто колоссально 18-11 вот при этом счете мы возвращаемся на площадку болгары явно дело победе и будет пятый сет у нас ой-ой-ой не очень удачно была передача тянулся к мячу сейчас кончина добрался действительно ткнул этот мяч в блок и от блока мяч в аут улетел 12-18 отправляется опять чуть-чуть отдохнуть сейчас Николай Николов вот Гайдарский первый двадцатый выходил в старте а теперь вот как раз очередь Николая Николова пришла вместо Христосветанова как бы не подвергается сомнению атаковал сейчас Тодор Алексеев понимаете он атаковал чуть меньше Козийский но ровно столько же сколько и Владимир Николов вот это удивительно вот это удивительно вот так бывает вы знаете обращаю ваше внимание во многих сборных сейчас которые соревнуются в рамках мировой лиги диагонально чуть не являются лучшими в атаке вспоминаем Гранурука вспоминаем это Франция вспоминаем Андерсона это сборная Бразилия и вот здесь наверное еще более даже такой яркий пример Владимир Николов попросту проваливает эту встречу ну и у аргентинцев что Эрнандес что вышедший на замену вместо него Чавес они никаким образом с Шолтисом не могут сравниться даже ну просто совершенно разные по классу игроки Мартин Эрнандес за пять сетов в итоге ну догадываюсь что уже будет пятый сет наберет 14 очков и надо признать что они лишь 35-37 процентов вот таковы были его проценты эффективности в атаке а тот же Шолтис показал отличный результат учитывая что 39 раз атаковал 19 очков набрал только в атаке прекрасный результат учитывая что напротив были болгары которые 16 в итоге чехлов поставили ну вот Шолтис в этом смысле очень здорово выиграл Кончина кстати тоже был хорош у него 16 из 30 атакующих действий были результативными вот эти два человека и делали атаку сборной Аргентины но вдвоем у аргентинцев выиграть нереально нереально это все прекрасно знали аргентинцам у болгар выиграть нереально вот и таковал все тот же Чавес ну и что кто такой Чавес для болгарской команды как диагонали да никто вот пытаюсь сейчас посмотреть какие у него будут сейчас расклады по статистике да нет он только выходит в четвертом сете и все больше не появится ничего он сделать не сможет а судя по всему смотрю атаку на аргентинских и вот у нас Чавес Лукас Чавес три атаки 0 очков то есть мягко говоря он не помог команде не смог стать заменой не самому лучшему диагональному Эрнандесу не вообще не вошел в игру абсолютно ну вот видите вот как раз нам показывает замена которую делают наставник в этом сете как раз Лукас Чавеса выходил на замену ну там эксперименты всякие пошли двадцать два шестнадцать на замену соцсет сбор на Болгарии ну покажите замену тогда кто Николов появился да в этом сете у Болгар появлялись разве что Кастадин Стойков под четырнадцатым номером и связующий Иван Зарев вот Кастадина Стойкова нам хотелось бы повнимательнее рассмотреть четырнадцатый номер 199 рост этого волейболиста из нового волейбольного клуба это российский клуб Манова Новакуйбышевская прекрасный пайп прекрасная работа Алексея точнее Алексеева правильно Алексеев так и хочется сказать Алексеев ну вообще в принципе он Алексеев все-таки ну такое преимущество комфортное можно здесь и мазать при подачах нет проблем главное чтобы свой съем держать и все закончится пятым сетом ну это Чаос как раз по-моему на подаче нет извините это Мартин Эрнандес был да вернули Мартин Эрнандеса вместо Чаоса у Чаоса ничего не получалось но и Мартин в действительности ничем помочь не смог Чаоса совсем недавно появился три неудачные атаки и соответственно вернули Мартин 25 точнее Аргентина Болгария ну и пятая заключительная партия естественно у суперопытных болгар есть сейчас определенное преимущество но мы вот вступаем в дело по при счете 4-4 и давайте обратим внимание какова будет концовка обращаю ваше внимание на то что стартовые составы команд потерпели незначительные изменения у аргентинцев как раз нет а вот у болгар начиная с третьего сета Николай Николов заменил в стартовом составе другого блокирующего Красимера Гайдарский а так в общем все абсолютно остается на тех же местах Казийский отправляется на подачу но мы особо сегодня немного видели его вот в таких шикарных прыжках но не так много в принципе нам и давали пять сетов у нас проскакивает чуть более чем за час поэтому конечно полностью понять что здесь было очень сложно да подача в сверху Казийский сегодня скажем так принимал не лучшим образом три ошибки допустил но правда чаще других он это делал вы знаете прям именно частенько его искали соперники знают они что день на день ему не приходится ну зато в плане атаки конечно он хорош точно так же Алексеев почувствовал мощь подачи аргентинцев Салпаров как раз реже других ошибался но при этом всего лишь двадцать раз принимал ведь Алексей двадцать семь а Казийский тридцать два раза вот видите разница очень приличная даже два раза пришлось Христо Светанова принимать при укороченных естественно подачах соперников один раз связующий Жеков это сделал и сделал это вполне удачно ну и еще один блокирующий Гайдарский тоже сумел однажды принять мяч и Владимир Николов естественно отдыхал диагональ в этом обычно не участвует серверс видите восемнадцатый аргентинцев еще болезнь болезнь пятнадцать шелтис на подачи хороший парень действительно очень талантливый вот помимо того что он очков то по-моему больше всех набрал в этой встрече двадцать два обращаю ваше внимание как он и помогал команде и в других компонентах три очка на блоке набрал даже успел один с такой сейф симпатичный совершить но правда Мяна совершил таких одиннадцать сейфов но он же лидер Мяна напряженнейшая борьба между прочим аргентинцы абсолютно сейчас не уступают алексеев сейчас с трудом но все-таки пробивают защитный порядок аргентинцев смотрите двойной блок то был был двойной блок и кончина стоял как раз здесь когда он в эту зону четвертого номера бил неттач касание сетки увидел второй арбитр это канадец Дэвидсон и спорить бессмысленно конечно вот оно касаемо конечно Жеков 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 ошибался на подачу отправляется сейчас джин джачета 9-9 ой 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 неужели аргентинцы не спасутся фантастика очень была тяжелая непростая атака и мне кажется что опять Николов сыграл неудачно но к огромному сожалению мяч все-таки упал 14-15 стойков вместо Алексеева на подачу на подачу отправляется знаете какие ощущения есть у меня что есть проблемы у Алексеева сколько выходит на подачу проблемы с плечом судя по всему счет вновь сравнялся 10-10 мяч 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 Молодцы болгары, сейчас они здорово оставили иначе в игре. Ну и заработали по этому поводу, действительно, совершенно заслуженно заработали очко. Такое ощущение, что Алексеев там находился на задней линии, именно он удачно сыграл. На 100% я не уверен, но мне показалось, что именно так оно и было. На Аргентину берет тайм-аут. Действительно, сейчас просто уже его следует взять, иначе потом будет просто поздно. Еще раз скажу, очень молодой парень, вот этот тренер Гильермо Ардун, это ассистент, а Йон Уриарте тоже очень молодой. Наверное, самый молодой из тех, кто сегодня работает с большими командами. Мне, по крайней мере, так кажется. Болгария ведет 12-10. Напряженнейшая концовка. Цитанов улыбается, есть, естественно, маленький задел, 12-10. Болгария все-таки хочет достойно выглядеть, не обязательно быть первой, но набирать очки и готовиться к финалу мировой лиги. А вот такое ощущение, что аргентинцы набирают с каждым матчем, с каждым матчем. Вот, пожалуйста, тот самый Родриго Шемахер, которому всего 18 лет. Вот, посмотрите, как сейчас он исполнил эту атаку на бис. Кончина, 11-12. Аргентинцы отказываются уступать. Отказываются пока, по крайней мере. О, когда так бьет Козийский. Здесь надо многое уметь, чтобы этот удар не просто отразить, а чтобы еще оставить мяч в игре. 13-11. 13-11. 13-11. Чуть не хватило сейчас в болгарской команде. Дело-то она все правильно. Чуть-чуть. 12-13. 12-13. Почти сравняли вновь аргентинцы счет. Почти, но это все-таки неравенство. Родриго Шемахер на подаче. В юноша. Ну, а это такой для Салпарова, естественно, подарок. 14-12. Идеально. Принимался мяч. Идеально была вторая. Передача Козийский отправляется на свою подачу. Вполне возможно, что рисковать он сейчас не будет. Все идет так, как нужно. Нет, рискует. Удивительно, но рискует и ошибается. Еще чуть-чуть. И будет равенство. Еще один матчбол есть у болгарской команды на подаче аргентинцев. К сожалению, Кампа посылает мяч в сетку. 13-15 уступает аргентинцы в последнем сете. 1.56. Матч чистое время не длился. 2.08. Вся игра. Вместе с паузами болгары выигрывают. Но еще будет одна встреча. И думаю, что аргентинцы уже должны быть довольны такой игре и такому счету. Спасибо.